МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Татьяны Молокова. Глава Чувашии побывал с рабочей поездкой в Канаше. Как выяснилось, у Михаила Игнатьева немало претензий к работе здешних органов власти. Несанкционированные свалки, очереди в детские сады, неэффективное управление государственным имуществом. Решать проблемы глава региона потребовал немедля. Тема продолжит Дмитрий Ковалев. По этому пешеходному мосту жители города всегда передвигались как по минному полю. Бетонный блок, соединяющий два берега, уже давно покосился. Раньше канажцам приходилось карабкаться по крутым ступеням. Эта дорога – самый короткий путь, проложенный к местной поликлинике. После многочисленных жалоб власти решили проблему. Над оврагом соорудили вот такую деревянную конструкцию. Беглым взглядом новый переход оценивает министр. Здесь металлические конструкции укреплены, но мост сам уже подходит к тому, что по времени нужно капремонтом заниматься. Специалисты делали, да? Специалисты, да. Раньше же такого не было, страшно было. И запах весь был, а сейчас тут запаха больно нету. Приятно. Смотри даже. Местные власти гарантируют, мост построен, если и не на века, то уж точно на пять лет. За это время в администрации планируют разработать другой проект и возвести новый переход. Но путь к канажской медицине все равно тернист. Вокруг заброшенные здания и строительный мусор. Дорога, которая проходит мимо больницы, давно не видела даже ямочного ремонта. Эту проблему власти пообещали решить в ближайшее время. И в этом году, благодаря тому, что мы в бюджет получили около 7 миллионов рублей от наших медицинских предприятий, это экономия средств, это у нас городской рынок и городские электрические сети. По итогам 2012 года была выявлена хорошая прибыль. Это понятно, не источник есть. Да, не источник есть. Поэтому конкурсы объявлены. Конкурс почему только сейчас объявлены? Только сейчас мы деньги и поступили в бюджет. На фоне провала в дорожном строительстве канажская медицина сделала большой шаг вперед. Несколько лет назад во всех отделениях больницы был проведен капитальный ремонт. Удалось заменить ветхие коммуникации и даже обновить мебель в палатах. Появилось и новое оборудование. Этой рентгенной установкой не могут похвастать даже столичные медцентры. Операции в Канаше теперь проходят более оперативно. Многие аппараты в этом блоке – предел мечтаний травматологов. Вот нам дали еще артероскопическую стойку. Это эндовидеохирургия. То есть мы оперируем коленный сустав по современным технологиям. Ставим видеокамеру в коленный сустав. И то, что мешает, резинцируется, сглаживается. Все видите, да? Да. И, конечно, пациент идет прекрасно на следующий день. То есть можно уступать. Раньше было страшно. До ремонта, да? До ремонта, да. Теперь никаких страхов, только инновация. С приходом новых технологий изменились подходы и к послеоперационной реабилитации пациентов. В работе врачи используют современные тренажеры. Закупали их тоже в рамках программы модернизации здравоохранения. Но не менее проходит. Очень хорошо. Афетическую нагрузку? Да, да. Да, да. Извини, даете? Для того, чтобы... Да, да. Для помощи, чтобы на здравоохранение. Ну, молодцы. Кто-то придет на этот станок, кто-то не придет. Претензии городским чиновникам Михаил Игнатьев высказал на совещание. Приятных слов в этом разговоре не было. В прошлом году город провалил программу по ремонту многоквартирных домов. Свалка на окраине Коноша уже давно не отвечает санитарным требованиям. Отстают от графика и строители, которые возводят детский сад. Уже сейчас выясняется, что конкурс на этот объект был проведен поздно. Сейчас подрядчики устраняют нарушения. Глава региона потребовал ускорить работы. Нам надо, значит, Владимир Николаевич, вот как к голове города обращаюсь, в садик вести эксплуатацию. Не позже 1 августа. Вот какие меры примете, это уже внутри администрации, вы должны все эти вопросы отработать. В ином случае, понимаете, оценка будет такая она нехорошая. Дети набраны. Единственное, что пока не выданы путевки на руки родителям, но уже сформирован полностью детский сад по списку, по очередности. И сейчас только ожидаем завершение аукциона по приобретению мебели. Заведующий принят. Новый детский сад Коношу необходим. Очередность среди дошколят в городе высокая, более полутора тысяч человек. Местным властям Михаил Игнатьев посоветовал в ближайшее время улучшить показатели. Пока Чувашский моногород в числе отстающих муниципалитетов. Дмитрий Ковалев, Александр Петров. Республика. Сегодня же Михаил Игнатьев побывал на заводе по производству горчицы. В Коношу это предприятие работает почти год. Но весь процесс производства соусов журналистам продемонстрировали впервые. На предприятии с немецким акцентом Дивиле все оборудование завозилось из-за рубежа. Пока здесь поставили на поток производство четырех видов соуса для магазинов и ресторанных сетей. Продукт расфасовывают в банки и в термобоксы. Пока горчицу делают из привозного сырья. На следующем году здесь рассчитывают наладить сотрудничество с Чувашскими аграриями. От хозяйств ждут семена высшего сорта. Горчица, она так же как и рапс, требует того, что после уборки должно быть сразу очистки и сушка до 7% влажности. Что не могут сделать не все предприятия Чувашской республики. Поэтому здесь задача найти конкретные предприятия, которые бы поставляли продукцию сюда. Трудоустраивают на предприятии молодые кадры студентов сельскохозяйственной академии. На завод они попадают и благодаря общественной организации «Деловая Россия». Сегодня ее вице-президент подписал соглашение с кабинетом министров Чувашии. Напомним, что раньше президент России Владимир Путин поставил задачу создать в стране 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. Стратегия развития Чувашской республики, эти цифры у нас обозначены. Около 5000 высокотехнологичных рабочих мест. Здесь сегодня, если и данный завод возьмем, 79 рабочих мест уже создано. При наращивании объема производства, при оснащении оборудованием тех помещений, которые мы видели, это практически 200 хороших сотрудников здесь будут работать. Я пообщался сегодня с выпускниками Чувашской государственной сельскохозяйственной академии. Удовлетворены, они настроены на дальнейшую работу и практически мотивация у них здесь от своего труда хорошая. И тем самым рассчитываем, что этот молодой коллектив будет работать и в динамике по пополнению доходной части городского бюджета и республиканского бюджета будут давать уже рост. Что такое молокомат? Кто станет экспертом Чебоксарского экономического форума? И на каких условиях можно отведать яблоки? Сегодня журналистам рассказали о программе Дня Республики в столице, экономический форум, фестивали фейерверков и народного творчества и конкурс «Русмастеровая» – главные события праздника. Денифат Агирова с подробностями. Пресс-конференции, деловые встречи, выставки пройдут на 19 площадках столицы республики 20 и 21 июня. В форуме будет участвовать более 200 иногородних участников, в том числе представители 27 регионов России и 7 иностранных государств – Израиль, Великобритания, Тунис, Чехия. В рамках форума планируется подписание ряда значимых для республики соглашений. Так, сегодня будет подписано соглашение между Кабинетом министров и Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия». Также планируется к подписанию соглашения о сотрудничестве с технологической платформой технологии экологического развития, что как раз очень соответствует тематике этого года по защите окружающей среды. Также в рамках форума пройдет бизнес-саммит по проблемам выхода предпринимателей на внешние рынки. Модераторами станут такие известные экономисты, как Михаил Хазин, Михаил Делягин, профессор Оксфордского университета Джон Нетинг. В межрегиональной выставке «Регионы сотрудничества без границ» будут участвовать 195 компаний. Это на порядок больше, чем в прошлом году. Большинство участников – чувашские предприятия, но есть гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Ешкарлы, Тольятти, Екатеринбурга и других регионов. Среди иностранных гостей – итальянские и японские компании. Выставка откроется 20 июня и пройдет на площадках выставочного комплекса «Экспо-контур». Мероприятие проводят и органы исполнительной власти. Минздрав объявит акцию «Меняю сигарету, например, на яблоки». Жителям предлагают сделать выбор в сторону здоровья и продукции местных производителей. А Минсельхоз на своей экспозиции будет менять сигареты на молочную продукцию. Менять сигареты будут даже на пачку сока. Кроме того, у посетителей выставки будет возможность провести экспресс-диагностику состояния своего здоровья. На открытой площадке перед входом в основную экспозицию будут работать 4 мобильных центра, 4 больших автобуса. В этих автобусах у каждого желающего будет возможность получить экспресс-информацию о сегодняшнем состоянии здоровья. Будет работать детский мобильный центр, взрослый мобильный центр здоровья, мобильный центр по проведению дистанциризации населения и мобильная стоматологическая установка. Как отметила заместитель министра здравоохранения, это будет непоказательное выступление врачей. В мобильном центре каждый сможет получить реальную консультацию профессионалов. Чтобы воспользоваться консультацией, стоит иметь при себе паспорт и медицинский полис. Также будет продемонстрирована работа социального калькулятора. Министерство сельского хозяйства своей экспозиции представит свои новинки. Мы надеемся, что один из молокоматов предстоит на стенде Минсельхоза. Молокомат представляет собой в кегах 200-литровых молоко охлажденное, туда поступает. И этот молокомат может круглые суточные, зимой и летом держать эту температуру где-то около 4-5 градусов тепла. Поэтому он будет стоять на улице, может стоять. И в любое время можно получить оттуда качественное молоко. Много полезной информации для посетителей выставки будет в экспозиции Министерства образования. Очередь в детские сады, школьное питание, разъяснение федеральных стандартов образования, введение школьной формы. Кстати, образцы можно будет увидеть своими глазами. Пройдут дефиле четырех швейных фабрик. Данифа Тагирова, Андрей Шоклев, Республика. На прошлой неделе в Москве проходил учредительный съезд Общероссийского народного фронта. На его площадках активно обсуждались проекты устава и манифеста ОНФ. От Чуваши в учредительном съезде Общероссийского народного фронта принимали участие семь делегатов во главе с Михаилом Игнатьевым. Об итогах поездки, дальнейшей работе, движении и своих впечатлениях говорили сегодня на совещании Чувашского регионального отделения народного фронта. Наши учредители и мы участники поделились информацией о том, как принимались документы, что обсуждалось, какая структура предположительно будет в регионах. Мы для себя сейчас определили проведение конференции в августе. Число пока мы еще не знаем, то есть мы будем советоваться на эту тему. Но думаем, что лучшее время для проведения конференции это будет август месяц до 18 числа нам нужно провести конференцию. Мы определим вместе количество сопредседателей, фамилий сопредседателей, состав штаба, учредительные органы. Вот для этого сегодня мы собирались, чтобы в этом направлении поработать, подумать. Наши цели и задачи, они абсолютно совпадают с общероссийскими задачами. Мы за Россию, мы за Чувашу, за прогрессивную, за наше будущее, за счастливое будущее наших детей. Жителям Шумерли, пострадавшим от пожара, 15 июня будет оказана материальная помощь. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Михаил Игнатьев. Тем, кто лишился жилья полностью, полагается 100 тысяч рублей за частично утраченное имущество 50 тысяч. Средства выделят из резервного фонда правительства Чувашии. Кроме того, погорельцев обеспечат крыши над головой, питанием и лечением. Напомним, в результате пожара в Шумерли погиб один человек, а другой был госпитализирован. Ущерб причинен четырем квартирам. Долгострой под окнами. Именно так назвали строящийся детский сад на Голодково жильцы близлежащих домов. Выросший в последние годы жилой массив так и остается без детского учреждения. А жители микрорайона вынуждены возить своих детей в другие районы города или дожидаться, когда строители сдадут объект. Генподряд на возведение детсада на Голодково выиграла строительная фирма «Парнас». Контракт с администрацией Чебоксар она заключила еще в апреле 2011 года. Но детсад до сих пор не ввела в эксплуатацию. Сроки сдачи неоднократно переносила. Это вызывает серьезные нарекания со стороны властей. Сегодня на стройплощадку приехал глава города Чебоксары Леонид Черкесов. Вывески с характеристиками объекта, на которые обычно указаны его сроки сдачи, на стройплощадке не видно. Детсад на 235 мест строители должны были закончить еще в прошлом году. Тогда город смог бы сократить очередность в ДОУ и снять ажиотаж. Но долгожданного открытия так и не случилось. А представитель подрядчика сегодня назвал новые сроки. Рапортуя о ходе работ. По нашему в сентябре будем заниматься. Спецработы сейчас вот и Юрий Аковлевич, можно сказать. Отопление практически, ну где-то порядка 85% смонтированных холодной горячей воды. Канализация смонтирована. Вот наружные работы у нас остались. По наружке канализации процентов 30. Вот врезаемся мы здесь в городской коллекции. По теплотрассе, значит, трубы завезли, разложили по лоткам, начинаем варить. То есть теплоситель, думаю, за две недели мы закончим, закроем теплотрассу. Через недели три стройфирма обещает перейти к отделке. Успеют ли к новому рубежу, самим же обозначенному, сомнительно. Сегодня в здании, общая площадь которого свыше 6000 квадратных метров, трудится всего 35 человек. Это по данным подрядчика пятеро на Кроуле. 50 человек вот сделали бы его, за неделю они сделают. И вот что у вас сейчас там, 5 человек работает? Нет, они сейчас утеплители раскладывают. То есть по 2 килограмм весом толпу нагонять смысла нет. Сейчас керамзит придет, поднимем, тогда людей добавим на кровь. Проблем с финансированием нет. Работы выполняются, средства перечисляются. Более того, деньги просто лежат и не осваиваются, комментируют городские власти. Почему не укладываются в срок, предусмотренный контрактом? Основной вопрос, на который у строительной фирмы заготовлены свои ответы. Ну, по контракту должны были сдать в прошлом году. По техническим причинам на 10 месяцев сделала строительство. Почему, пожалуйста, я могу вам писем предоставить все эти вещи. Ну, а как, свайное поле перебили, вместо трехметровых свай били, девятиметровые. Количество свай добавилось. Свай 20 дней живет, отдыхает, потом ее, значит, проверяет, испытывает на нагрузку. Можно рубить ее. Выставляет, значит, ростверк. Ростверк сделали, 21 день, 75% просят обид, то он надо принимать. То есть везде идет технология. Ребенок рождается через 9 месяцев. В Новоюжном микрорайоне садик сдали 7-8 месяцев раз. В Юго-Западном садик за полгода он сдаст сейчас. Вот он в сентябре сдал. Потому что я 2 мая проезжал, они работали 2 мая. Вы видите ли, сами живете, говорите, да. К слову, у Парнаса обязательства еще по детскому саду в поселке Кугесе и полигону ТБО. Но и там, и там. Также отставание от графика. Ну а ход работ на Гладкова Леонид Черкесов вынужденно взял под личный контроль. Каждый день лично ко мне отчет, сколько человек работает, объем работы. Ежедневно даете отчет по этому объекту? Хорошо, хорошо. Однако такие или похожие ответы звучат на всех парнасовских объектах уже год. Ольга Григорьева, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня в Ленинском районе столицы республики вручили ключи от квартир детям-сиротам. Жилье получили 16 человек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Артем Назаров в этом году закончил школу. Собирается получать высшее образование. Долгое время он жил с опекуном в частном доме. Теперь сможет жить отдельно и самостоятельно. Я очень рад этого не передать словами. Столько эмоций. Я просто поражен. Жилье было приобретено на федеральные средства. Минрегион установил цену в 28 тысяч. А жилье в этом году в Чебоксарах стоит уже 41 тысячу. Квартиры приобрели в новостройках по улице Чернышевского и Болгарстроя. Мы квартиру посмотрели. Действительно, квартиры комфортабельные. Ну, можно сказать, можно зайти уже жить. Сегодня 16 счастливчиков получили ключи. В канун Дня Республики жилье получат еще 49 детей-сирот. Вы знаете, да? Побывали уже? Есть? Я начинаю. Всем подарок вам. Самое главное, вы в данный момент не делали ошибок в своем жизненном пути. Правильно распоряжались своим имуществом. Ну и чтобы действительно у вас были счастливые семьи. Всего в этом году в Чебоксарах квартиры получат 102 младых человека, оставшихся без попечения родителей. Татьяна Молокова, Игорь Породчиков, Евгений Анисимов, Республика. В Батревском районе из-за засухи введен режим чрезвычайной ситуации. В районе установилась жаркая погода на 3-4 градуса выше средних многолетних значений. Осадки выпадают местами. Из-за отсутствия дождей существенно снизились запасы продуктивной влаги в почве, говорится в сообщении главного управления МЧС Почувашия. По данным администрации Батревского района, в результате сильной воздушной и почвенной засухи повреждены посевы сельскохозяйственных культур на площади 7 тысяч гектаров. Главам сельских поселений, руководителям организаций, предприятий и служб рекомендовано усилить контроль за состоянием окружающей среды, осуществлять прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий, а также организовать круглосуточное дежурство на стационарных пунктах управления. Кроме того, необходимо принять оперативные меры по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций и снижению размеров ущерба. Сегодня в Литературном музее прошла встреча с народным писателем Чуваши Денисом Гордеевым. В июне 2013 года ему исполнилось 75 лет. Денис Викторович – заслуженный работник культуры Чуваши. За 50 с лишним лет творческой работы издал 20 книг. Автор пяти романов, 30 повестей, около 150 рассказов. Произведения Дениса Гордеева включены в школьные, вузовские и учебные программы. На встрече собрались юные поклонники творчества писателя, друзья и коллеги. Школьники в знак уважения к творчеству писателя читали наизусть стихи. Денис Гордеев считает, что писатель должен быть всегда в курсе событий и быть летописцем. Все то, что сегодня волнует нас, волнует и писателя, и прежде всего писателя. Потому что он должен раньше других все это заметить, раньше других оценить, раньше других изобразить и довести до читателя. Вот это сложнейшая задача, которая стоит перед писателем. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова